А это мой дорогой друг, серый волк Виталий, который уже давно занимается растяжкой. Семижильная сила у него богатырская. Смотри, покажи ручищу твою. Просто, ну, вытяни. Посмотрите, рука, мышцы не рыхлые, как у Качко, а вот это переплетение, да, жил. Вот это древнерусская семижильная сила, которая как раз развивается на правилах. И вот Виталий сейчас подробнее о нем расскажет. Правила у нас остается, правильно? Пока мы здесь? Да, пока оно здесь, есть волшебная возможность почувствовать себя богатырек. После полной оттяжки. Крышу подставьте над правилом, пожалуйста. Крышу. Правила с подмоченной репутацией. Не надо, подмоченной. Ну, кто хочет, занимается даже в дождь. И у нас тут дедушка был один такой царь, он даже в дождь занимался. Так, меня зовут Виталий, я из Киева, вот как Иван Царевич сказал. Ага, нормально так? Как Иван Царевич сказал, давненько занимаюсь на правиле, и сейчас немножко объясню, что это такое. Это древнерусский, ну, можно назвать тренажер, да? То есть таких слов-то раньше не было. Ну, многие люди путают это с дыбой. Правило — это одно, дыба — это другое. Но и то, и другое способствует развитию тела человека. Что такое правило? На руки и на ноги цепляются хомуты определенные, человек ложится, его потихоньку поднимают. Под весом собственного тела, то есть в такой вот позе. То есть, выдерживая определенные линии золотого сечения тела, более, намного качественнее тренируются сухожилия. То есть, что происходит на правиле? Во-первых, вытягивается под весом собственного тела, вытягиваются все суставы. То есть, вы каждый знаете, что какие-то суставчики хрустят, вам что-то управляют, да, вот этот хруст идет. Это значит, что те суставы у вас были подвывихнуты. Это у большинства людей всегда так происходит. Когда суставы на месте и позвоночки, они не хрустят. Для того, чтобы они стояли на месте и не хрустели, их нужно просто правильно вправить и укрепить тот мышечный и сухожильный корсет, который держит их. Когда человек рождается, вы можете все увидеть осаночки маленьких деток, ну, максимум до возраста трех лет. То есть, прямой позвоночник, в шее здесь прямо, в плечах прямо, лопатки развернуты. И единственный прогиб только вот в этом месте. Вот. Вот это есть природная осанка человека. Но с течением жизни, и как я заметил, почему человек потихоньку горбатится? Потому что нам предоставляют возможность пользоваться различными столами, заниженных конструкций, заниженных стандартов. То есть, вы сами знаете, вы сами там обеденные столы, какие-то компьютерные, школьные парты, да? Чтобы нам к чему-то дотянуться, нам нужно горбатиться. И когда ребенку говорят выпрямься, он выпрямился, а потом опять горбатится. Почему? Да потому что он достать не может до тарелки. А раньше, если вы заметите в каких-нибудь музеях или старинных там избушках, да? Какие-то богатырские столы, богатырские лавки, да? Вот что садишься вроде как среднего роста человека, а тебе вроде как высоко. Так вот вы заметите, что осанка всегда будет ровная, когда вот вы сидите в таком положении, когда вы ходите в таком положении. И поэтому занимайтесь как бы упражнениями. Провила вытягивает тело и тренирует сухожилие. Сила на самом деле находится не в мышцах, как многие могут подумать, да, и как нам это все дело навязали. Навязывают фитнес, спортзал и все остальное. Силы в мышцах нету, но так как они нам даны, их тоже нужно развивать, нужно заниматься физическими упражнениями. Но сила находится и выносливость именно в сухожилиях. Сухожилие находится немножко глубже, чем мышцы, поэтому получается так. Когда вы занимаетесь какими-то динамическими упражнениями, тренируются мышцы. Там приседания, там какие-то качания. Жилы находятся чуть глубже. Для того, чтобы к ним добраться, нужно расслабить мышцы. Когда вы висите на правиле, смысл этого всего, в первую очередь, научиться расслаблять мышцы, чтобы дать доступ к сухожилиям. Сухожилие тренируется в статике и на разрыв, в первую очередь. Поэтому небольшая растяжка. Каждый человек индивидуален, поэтому у каждого свои определенные нагрузки в какой-то определенный период и определенные упражнения. Но по чуть-чуть, по чуть-чуть, занимаясь на правиле, вы не только осаночку вы проявляете, вы укрепляете все тело. Сначала одни сухожилия, другие третий. Вот представьте дерево, сосну, например, там одинокая сосна на скале растет. Ураган ее гнут, она выравнивается. Гнут, она выравнивается. Почему? Потому что эти все жилочки у нее крепкие. На внутренних жилках держится вот эта вся ее осаночка. Вот точно так же у человека происходит. Если человек занимается, скажем, только физическим упражнением, скажем, в спортзале, вы все видели различных там здоровых людей, ну больших вернее, там физически как бы развитых, да, вот там с большими бицепсами. Если вы с ними пообщаетесь очень плотно, если вы с ними куда-нибудь в поход ходите или там грузовик дров попытаетесь с ними перерубить, вы увидите, что они умирают, ну как бы выдыхаются очень быстро, потому что в мышцах силы нету и мышцы нужно постоянно кормить, там нет выносливости. Поэтому вот правило вытягивает и тренирует именно сухожилие. Когда вы тренируете сухожилие, параллельно происходит, ну я не знаю, как это назвать, это или тренировка, или обновление, то есть укрепление еще костной ткани и костного мозга. С момента рождения и до момента полового созревания природой так заложено, что у нас костный мозг красного цвета, он наполнен солнечной энергией, солнечной радиацией, и он держит эту энергию. После периода полового созревания он превращается в желтый цвет. То есть в нем уже силы как таковой уже нет, он не имеет способности это накапливать. Тот, кто хочет перейти обратно в тот уровень накопления всего, да, после 40 лет и определенных упражнениях на провиле, с определенным там периодом, да, это все можно вернуть. Но, в принципе, на провиле занимаются все, и детки маленькие, двухлетние приходят, и взрослые, и бабушки, и дедушки, и все, кто имеет желание. И если кто приходил и смотрел, как мы занимались, вы могли просто заметить, что все, кто после провила первый раз даже, все уходят с восторгом. У них внутреннее ощущение тела, внутренний восторг, накопление силы и энергии, вот просто даже с первого раза. Поэтому, кто хочет посмотреть, кто хочет позаниматься, вы просто, ну это нужно просто испытать. Знаете, говорят, что невозможно объяснить впечатление и ощущение точно так же, как объяснить свет слепому, да. То есть это нужно просто понять и ощутить. Когда у вас рождается что-то внутри, какая-то сила, вам хочется что-то делать. Когда хочется что-то делать, вы это делаете, вы помогаете другим, и сами получаете потом какой-то, ну, возврат, скажем, да, там, каких-то дел и энергии, любви. И плюс вы становитесь крепкими. Когда вы становитесь образцом для своих детей, они тоже начинают тянуться к этому всему. То есть, знаете, как говорят, что не надо воспитывать своих детей, потому что они станут такими, как мы. То есть воспитывать нужно себя. Поэтому раньше в каждом дворе стояли такие вот тренажеры, провила, дыбы. И европейцы называли русских кровожадным народом. Они говорили, что этот народ настолько кровожаден, что у них даже в каждом дворе стоят станки для распятия, для пыток. То есть они даже не понимали смысла этого всего. Поэтому вот эти все богатырские игры, хороводы, провила — это всё часть нас, часть культуры, и не только культуры, как бы такой поверхностной. Это часть нашего развития, как физического тела, так и других энергетических тел. Потому что именно в крепком теле, крепкий дух. Как тут ни крути, это так. Вот. Может, у кого-то есть вопросы? Задавайте. Ну, провила, как я объяснил, человек лежит горизонтально, его поднимают под весом собственного тела. И потом, если уже он тренируется, да, его уже поднимают выше, да, и уже идёт разрывная нагрузка. И когда вот этот момент переходишь, ты засыпаешь на провиле. То есть уже начинаются полёты. То есть уже тело ещё более тренируется, да. Вот. Ну, а дыба за руки, за ноги тебя подвязывают, и как бы на большое колесо тебя просто накатывают. Растягивают и накатывают. Передом, задом, там, боком, да. То есть вытягиваются то же самое. Но и то, и другое. Если есть и то, и другое, это ещё лучше. Вот. Есть ещё некоторые тренажёры. К примеру, за руки подвязывают, как на турнике, да, но подвязывают. На ноги обуваются, ну, там, или валенки, или какая-то обувь, которая намертво пристёгнута к бревну. Человечка приподнимает или убирает опору, бревно тянет вниз человека, да, вот он растянут. А потом бревно ещё потихоньку раскручивают. То есть вот эта вот вытяжка тела происходит, и вот ещё на скручивании все сухожилия, все косточки, все микромышцы, которые в обычной жизни и в тех же спортзалах не тренируются, они начинают вот держать это всё. И тело становится просто вот крепким, гибким. Реакция тела, вот физического, да, там, взять там даже просто быстро, там, чашку взять, ну, в обычной жизни, она происходит не от мышц, а от сухожилий. То есть я многими видами спорта раньше занимался, это уже, у меня просто есть возможность сравнить с этим всем. И именно там, где нужны были жилы. Вот. Один из видов спорта, который, ну, спорта, скалолазам, например, запрещено вообще категорически, не рекомендуется заниматься физическими упражнениями в спортзале. Почему? Потому что они, получается, накачивают какие-то группы мышц, которые мешают сухожилиям развиваться. Скалолазы, как вы знаете, да, они как паучки. Пальчики раз-раз на весу, на двух пальчиках повисеть, подтянуться, потому что что там? Сухожилия. Посмотрите внимательно, вы все видели какие-то раньше фильмы, там, каких-то шаолинских монахов, Брюс Ли, Джеки Чен и все остальное, да, вот это. Они же вот такие вот. Но насколько они крепкие? Почему? Потому что другие упражнения на развитии сухожилий. Плюс ко всему, когда вы занимаетесь на правиле, вот, ну это внутреннее ощущение, и чем чаще занимаетесь, чем эффективнее это все делать. Не просто так повисеть, поболтаться, лишь бы сделать, а с какой-то определенной целью, да. Но действительно внутри рождается энергия, которая, ну человеческий организм это источник энергии, генератор энергии. Мы ее постоянно генерируем, но ее надо откуда-то как-то высвободить или помочь ей родиться, вот что-то в этом роде. И когда вот это вам дают разрывные вот эти нагрузки, она внутри реально рождается. И тогда хочется что-то делать. И тогда очень тяжело, если кто-то работает там на офисной работе сидячий, это все, это просто катастрофа. Хочется бегать, прыгать, все что угодно делать. Я раньше так работал, у меня там полдня, скажем, было в офисной работе, полдня в бегах где-то, но я после этого уволился, потому что я уже не мог это все выдержать. Потому что вот занимаешься, занимаешься, вот тебе хочется что-то делать. И мне намного проще, там позвонили, там вот КамАЗ-дроу привезли, нужно перерубить, переносить. Легко. Пошел, день сделал сам. Вот, то есть, вот. Как часто делать? Да чем чаще, тем лучше. Есть возможность, занимайтесь каждый день. Постарайтесь хотя бы там раз в неделю где-то. То есть, стройте, вот смотрите, кому нужно, запишите мои контакты. Вы можете мне там позвонить или написать, стройте провила у себя. Я поскажу как. Скажи, что заказать. Можно заказать, да. Кто желает, мы изготавливаем, мне на заводе изготавливают вот то черное красивое провило вместе с хомутами, совсем полный комплект. Отправлю куда угодно, да. То есть, там есть определенный, то есть, это не просто так, посмотрели со стороны, размеры сняли, все красиво, да. Но, на самом деле, это все поверхностно. Смысл, да, в нюансах. В золотом сечении тела на определенной высоте, у каждого индивидуальные там какие-то занятия. Вроде как тоже все похоже со стороны. То вот так потянули, то так потянулся. На самом деле, очень много нюансов есть. Наверное, без вас нельзя будет потом заниматься нами, нужно учиться. Не, если, например, люди, которые интересуются, я приезжаю в поселение с правилом, да, я им показываю, обучаю, и потом мы все равно на каком-то контакте постоянно находимся. Потому что у людей есть вопросы всегда. Сейчас, если я, например, там, скажем, новому человеку объясню какие-то нюансы, он меня даже не услышит, он их просто забудет и все, потому что нет внутреннего опыта этого. А когда через это уже все проходишь дальше-дальше, уже, ну, сами понимаете, как бы дальше. А это больно когда-то на разрыв? Ну, вы же не булочки перед телевизором лежа едите. То есть в любом случае какие-то нагрузки есть. Слегка есть, конечно, какой-то дискомфорт. Не, на разрыв это когда у вас уже какие-то там супертренировки происходят. То есть тут опять-таки высота правила очень важна. Там вот очень много нюансов. Не, вообще-то, если честно говоря, сдуру, можно вообще все порвать. Я знаю одного человечка, он находится здесь, ну, здесь, он приходил ко мне заниматься, направила. И он мне объяснил, что однажды он там в Питере, не буду называть имена, его потянули. И потянули сразу резко. И у него разорвались сухожилия на позвоночнике. Здесь он позанимался, он мне это объяснил. Хочу, но все равно хочу, да. Мы если позанимались, я не знаю. Я не буду говорить имена, да. Поэтому я же говорю, что здесь позанимались, аккуратно, там, 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 там. Все, у него все пошло, он на крылышках улетел довольно счастливый. Он сам сказал, что ему разорвали просто. Просто, ну, очень резко подняли очень много. Я не знаю, что, когда обычно тянешь, ты тянешь, ты тянешь, ты тянешь, ты тянешь, ты тянешь. А, нет, тут, ну, тут, да, ну, я понял. Скажем так, разрыв — это натяжение. То есть, может, так слово надо сказать. То есть, натяжение. Но каждому... А, мысли формы у вас такие. Ну, да. То есть, именно сухожилие тренируется в натяжении. Но у каждого все индивидуально. Поэтому даже, когда вы будете себе там строить правило, по чуть-чуть сначала, на внутренних ощущениях, но человек, который не занимается на правиле постоянно и пытается кого-то потянуть, страшно, да, и опасно. Потому что у него нет своего... Да, все. Это правило, как гоночный автомобиль. Можно поехать очень быстро и далеко, а можно до первого столба. Есть один случай. Пришел чемпион мира по одному из боевых видов спорта направила и говорит, ну, тяни меня, тяни. Ну, крутой же, чемпион мира. После этого он перестал быть чемпионом мира. А некоторые, наоборот, становятся. То есть правило, это очень такая штука аккуратная. Да, вопросы к Виталию можно потом задать лично. Все эти нюансы, правильно? Ты расскажешь. Вот время есть. Присаживайся.